В начале апреля Санкт-Петербург потрясла очередная громкая история об убийстве с расчленением. Причем, как и в случае с историком Олегом Соколовым, подозреваемым по этому делу оказался известный и уважаемый человек, главный городской нефролог, специалист по почкам Александр Земченков. По версии следствия, в феврале 2010 года он убил и расчленил свою жену Ирину, с которой прожил в браке 30 лет, а потом на протяжении 11 лет хранил эту страшную тайну. По некоторым данным, Земченков мог пойти на преступление, чтобы избежать скандала при разводе. Подробности громкой истории выясним сегодня. Сегодня Александр Земченков находится в СИЗО и вряд ли скоро вернется к работе. Но его биография до сих пор доступна на сайте Мариинской больницы, где он с 2015 года работал заведующим нефрологическим отделением. В 1984-1986 годах Земченков прошел ординатуру, в 1994 году защитил кандидатскую, а в 2018-м стал врачом высшей категории. Среди медиков он считается по-настоящему уникальным специалистом. С 1995 года доктор занимался внедрением в России перитениального диализа. Земченков, член редакционных советов российских и международных журналов, автор более ста публикаций в области нефрологии, а коллеги и знакомые отзываются о нем как об исключительно интеллигентном, порядочном и очень внимательном докторе. Вообще, в медицину Александр Земченков пришел, чтобы продолжить семейную династию. Его отец был главным нефрологом Тверской области, а мать и сестра работали акушерками. Первый медицинский университет имени Павлова в Санкт-Петербурге Земченков окончил в 1984 году. Именно там он познакомился со своей будущей женой Ириной, которая училась в том же вузе на гинеколога. Александр и Ирина Земченковы прожили вместе почти 30 лет. Их сыну было 27 лет, старшей дочери 22 года, а младшей 13. Впрочем, в браке супругов Земченковых все было отнюдь не безоблачно. 23 февраля 2010 года Ирина Земченкова исчезла. По словам Натальи Корнеевой, подруги Ирины, жена Александра Земченкова годами терпела его измены, поскольку тот содержал детей и зарабатывал больше нее. При этом ссорились супруги редко. Она не жаловалась на измены, она просто сообщала мне о них. Она привыкла к тому, что муж ей изменяет. Может, она даже знала, кто его любовница. По данным СМИ, в тот момент, когда Ирина Земченкова исчезла, у Александра был роман с женщиной-врачом, которая со временем стала его новой женой. Как вспоминает Наталья Корнеева, в какой-то момент Ирина решила развестись с Александром, поскольку ей надоела ситуация, сложившаяся в их браке. Но ее судьба на 11 лет стала загадкой для всех. 23 февраля 2010 года 50-летняя акушер-гинеколог Ирина Земченкова отправилась на работу в 6-й дом на Маяковской улице в Петербурге. По словам ее мужа Александра, женщина, как обычно, вышла из своего дома номер 5 по улице Чапыгина, но на работе так и не появилась. Родные и поисковики-волонтеры вскоре приступили к поискам исчезнувшей. Они обзванивали знакомых Ирины, больницы и морги, обходили дворы в районе улицы Чапыгина, осматривали чердаки и подвалы, расклеивали объявления. Но все было безрезультатно. Ирине Земченковой 50 лет. Она была одета в белые полушубок и сапоги. Женщина невысокая, 155 см, телосложение обычное. Волосы каштановые, стрижка короткая. Если вам что-нибудь известно о пропавшей, позвоните в милицию. Очень надеемся, мы очень верим, что помощь аудитории такой программы, как «Жди меня», даст нам дополнительные шансы, дополнительную веру в том, что хотя бы мы получим какую-то информацию, пусть самую незначительную, но дающую нам шанс, путь поиска, путь ожидания, путь надежды. Мы очень рассчитываем на любое ваше содействие. Между тем, знакомые пропавшие женщины с самого начала подозревали, что к ее исчезновению может быть причастен муж. Ирина неоднократно рассказывала близким, что в их браке с Земченковым есть большие проблемы. Александр категорически отвергал любые подозрения в возможной причастности к пропаже жены. Через некоторое время после пропажи жены Земченков даже решил привлечь к ее поискам экстрасенсов, сославшись на желание дочери. Привлечение специалистов со сверхъестественными способностями тогда обошлось ему в 250 тысяч рублей. Когда все материалы дела об исчезновении Ирины Земченковой подняли вновь, начались повторные допросы свидетелей, среди которых оказался Александр Земченков. На очередном допросе, который состоялся 1 апреля, Александр признался в убийстве своей жены. Его признательные показания удивили даже самих следователей. Известный на всю Россию врач сообщил, что боялся скандала в случае развода, а потому решил расправиться со своей супругой, чтобы уйти к другой женщине. Как уточняют СМИ, за несколько дней до убийства Ирина якобы узнала о возможной любовнице своего супруга. По версии следствия, Земченков убил жену дома, затем поместил тело целиком в автомобиль и вывез на машине в Ленобласть. По другим данным, после убийства доктор расчленил тело супруги и выбросил останки в мусорные контейнеры, а потом заявил в милицию о пропаже Ирины. После признания в убийстве жены Александр Земченков был задержан. 2 апреля Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил врача в СИЗО, его адвокат уже заявил, что убийство, которое совершил его подзащитный, не было преднамеренным. По словам защитника, Земченков написал чистосердечное признание по части 1 статьи 109, причинение смерти по неосторожности, а не по 105-й убийство УК РФ. Наталья Корнеева, подруга погибшей Ирины, верит, что Александр мог нечаянно толкнуть жену, из-за чего она упала и получила смертельные травмы. Земченков очень умный товарищ, очень рассудительный. Если бы намеренно ее убил, он бы не паниковал. Как бы то ни было, теперь в деле Александра Земченкова предстоит разобраться следователем. Но уже понятно, что, по всей видимости, его медицинская карьера окончена. 6 апреля в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили, что Земченков уволился с должности главного внештатного специалиста комитета. Его преемник на этой должности будет назначен в ближайшее время. На основании личного заявления, поступившего в комитет по здравоохранению, главный внештатный специалист, нефролог Александр Земченков освобожден от занимаемой должности.